Хочется гостей поздравить с сегодняшней победой. Они заслужили ее. Что хочется сказать по игре и всем том, что качели были, эпизоды игры и у наших ворот были. Мы могли пропустить не один, а больше. То же самое могли хозяева пропустить, голы, но мы не забили. Но вопрос в другом. Я считаю, что виноват я именно в этой игре, потому что я поменял в упорной зоне игрока Олег Новича. Мы поставили другого упорного полузащитника и тем самым отдали сопернику мяч. И сегодняшняя игра показала, что для нас это непростой момент. То есть я всегда говорю игрокам, когда мы контролируем мяч, всегда вероятность того, что мы пропустим, меньше. Сегодня мы отдали сопернику мяч. Игра показала, что играя без мяча, мы создали очень много для своей команды эпизодов в обороне. Ну и поэтому не понравилась сегодня игра ни в одной из фаз, ни в обороне, ни в атаке, ни в переходных фазах из обороны в атак, ни наоборот. Поэтому считаю, что сегодняшнюю игру виноват я. Ни в коем случае это не относится к игрокам. Еще Роман Михайлович, обоих тренеров вопрос. Сегодня играли вы на натуральном поле. Какого оно было качества сверху? Казалось, что зеленое, красивое. И насколько было сложно переходить с антики на такое подкрытие? Ну, мы вообще первый раз на таком газоне такого качества играли. То, конечно, очень приятно в это время приехать и увидеть газон такого качества. И поле показалось хорошее. Я думаю, что качество газона, учитывая то время, учитывая регион этот, я считаю, что качество было высочайше газона. Спасибо. Снова вопрос. Роман Михайлович, вы уже сказали, что выпустили второго опорника. Были совершенно разрушения. Перестраховаться решили. И почему это решили не выпускать? Нет. Проанализировали игру, сделали анализ соперника и приняли такое решение. Приняли такое решение. Думали за счет того, что у нас с этим середину заставим соперника играть больше через фланги. В итоге середину тоже не укрепили. И во флангах провалились. Проанализируем, сделаем выводы. И еще второй матч. Роман Михайлович, в последних матчах, наверное, уже начисал 4 матча. Команда забила всего один мяч. С чем связывают те проблемы в атаке? Насколько это беспокоит вас? Наверное, если не создавали моменты, беспокоило бы больше. А раз создаем моменты, значит, реализация недостаточно хорошая. Но учитывая то, что в любом случае работали то на искусственного, работали поле. Сейчас на зеленое поле вышли. Естественно, это, наверное, нормальный процесс. Я надеюсь, что, знаете, как говорят, нас прорвет. Мы начнем эти моменты, которые мы создавали, все эти матчи, мы начнем забивать. Действительно, я согласен с вами, что мы очень реализация, очень нормальная. Еще вопрос. Если можно, перед матчем полузащитник Витовска, Антон Матвенко сказал, что Динамо – это наиболее слабая команда, которая могла попасть на наиболее премиевый вариант. Читали, не читали, как-то использовали это в мотивации, в подготовке? Я не считаю. Как сказал? Как сказал Ри? Совершенно верно. Он сказал, что более удобный для нас вариант, а не слабый. Хорошо, Сергей Михайлович. Прекрати. Спасибо большое за корректировку. Ждете ответа? Да-да. Тогда так, наверное, еще второй матч. Перед первой игрой я тоже говорил, если мы забили два, почему мы не можем пропустить два? Интрига не закончена. Вот давайте посыграем еще один матч, который будет у нас дома, и потом поговорим. В любом случае, это не стратегия одного матча. Это стратегия некого турнира с двух игр. Вот сыграем вторую, и после второй игры вы зададите вопрос, и я вам отвечу на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...